Привет, зритель. Я тут со вчерашнего утра. У меня тут где-то есть схема для Унбланга, скриншотик Амани. Хрен знает, 19 августа скриншот. Запросила это, сегодня у нас 13 сентября. Расскажи немного о пчеловодстве, можно ли с нуля обучиться этому ремеслу и поставить маленькую пасеку себя на участке. Научиться с нуля, я думаю, можно всему, было бы желание. У меня здесь рыбный суп. Если интересно, гляньте шорт, что это за суп. Суп на консерве из тунца. Вот здесь. Вот здесь, короче, у меня руккола, петруха, зеленый огурец, в смысле огурец, он может быть только зеленый, да, и помидорка. С маслом черный тмин плюс белый кунжут. Самопал. Здесь у меня бутерброд. Какая-то сыр, копченая колбаска, белый хлеб. Тут вот фоном есть чайник, йогуртница, мед в баночках стоит. Там чай какой-то тут, чайники. Ну, в общем, то есть все, пятое, десятое. Приступим к еде. У меня вообще есть черновик. Того, что хотела я сказать. Но потом решила уточнить. Надо, кстати, посадить. Я забыла, что я вчера суп-то не солила. Тут, кстати, маленький огурчик. Да, хочу сказать, Леоля, спасибо большое за донат. Что бы вытереть эти руки? А еще хочу сказать, что не понимаю восторгов от тунца. Най сегодня 27 теньки на улице. Насколько затратный во вложениях на приобретение своего инвентаря? Насколько прибыльный этот бизнес, если продавать мед? Какие особенности в посеве специального лука для псов? Так вот, сразу хочу сказать, что продажей меда занимается моя тетя. В принципе, как и всем основным. Я побольше части на подхвате. Начну с конца. Какие особенности в посеве специального лука для пчел? Мы не сажаем ничего специально для пчел. Изначально, когда купили дом в 87-м году, именно это время, дедушка посадил липы. У нас тут три штуки липы. Ну, еще клен, дуб. И как бы, наверное, многие знают, что существует такой липовый мед. Так вот, когда она цветет, если ее при этом не долбануло дождем, потому что если пролил дождь, а липа цвела, то весь нектар, вся эта пыльца, весь аромат смывается. И эту липу уже нельзя собирать на сушение, потому что толку от нее не будет. Соответственно, пчелы там тоже ничего не могут снять. Так вот, если липа цвела по жаре, то липовый мед будет. В этом году был. А если липа не цвела, ну, или цвела, и как раз пошли дожди, то этот мед будет в кавычках липовый. То бишь, ну, не будет мёда липового. Будет что угодно выдаваться за липовый мед, но точно не он. Ну, и тут вот, насколько затратные вложения на приобретение всего инфарен, и насколько прибыльный этот бизнес, если продавать мед. У меня тут есть черновичок. Я потом это сделаю где-нибудь в облаке, информашка, если вы вдруг, допустим, в аудио формате не судьба вам воспринимать, а прочитать до мозга быстрее доходит. Там же постараюсь оставить закреплённый комментарий, либо отдельным постом, потому что тут много, в разделе сообщества со ссылкой к этому видео. От чего отталкиваться? Допустим, литр мёда 1000 рублей. С одного улей в среднем за раз можно снять 10 литров мёда. При хорошем раскладе на улей можно поставить не один, как обычно делается, а два или три магазина по 12 граммах. Магазин – это надставка на улье над гнездо. Гнездо – это вот такой большой квадрат. Обычно. И гнездовые рамки, они в два раза больше, чем магазинные. Гнездовые рамки, ну, не думаю, из названия понятно, что там матка сидит, пчёлок плодит, трут не сидят. Пчёлка живёт в среднем 40 дней. А наверху наставка, которую ты поставил, пчёлкой натащили мёд. Ты её снимаешь и, соответственно, с неё качаешь мёд. Это как раз магазин. В лучшую пору, это гонная жизнь в деревне, наверное, в моём детстве, когда ещё тут, может быть, и без него, ну и при нём тоже, был бабушкин брат, старший брат, КГБшник. Фотка его с его женой есть на верхней полочке. Не знаю, появляется ли она в кадре или её не видно. Всего разных обстоятельств. У нас было стабильно по два магазина. Начнём дальше. У нас улей из 12 рамок. Я встречала людей из деревни, откуда родом дедушка, бабушкин муж, Степаново. Там, я так поняла, стабильно у людей, держащих пчёл, улей по 14 рамок. Но существуют также 10-ти рамочные ульи. У нас одно время были 10-ти рамочные, но и в основном у нас 12-ти рамочные ульи. Понятно, я думаю, 12 рамок, это, ну, как бы, в магазин, и, соответственно, в гнездо ты можешь поставить максимум 12 рамок. В призывании и в хорошем раскладе можно взять 2-5 рамок и гнезда. Это во время скачивания мёда. То есть берёте магазин, 12 рамок. Если повезло, они все напечатанные, натянутые и напечатанные. Запечатанные. Ну и 2-5 рамок из гнезда. Снова. И можете скачать. Лоск перетопленный в кругах. Я не знаю, видно или нет, но у некоторых шортсов и вообще в кадрах у меня был круг такой вот воска. Сейчас, может, попробую камерой показать его. Это как раз перетопленный воск. Вот этот круг. С этой стороны он немножко грязноватый такой. Вернусь сюда. Хлебушек очень мягкий и разваливается. Так вот, воск перетопленный в кругах можно менять на ващину, обычно один к одному. Это делается в пчеловодных магазинах. То есть один килограмм воска на один килограмм восины. В среднем это 10 листов в килограмме ващины. Также ващину можно купить где-то от 1000 рублей за килограмм. Даже килограмм за этих 10 листов на озон. Но обычно выгоднее все-таки менять воск на ващину. И там плюс-минус чуть-чуть доплачиваешь, если, допустим, чуть меньше воска по цене выходит, чем у данного пчеловодного магазина стоит ващина. У меня была идея купить специальную штуку, топить этот воск, лить его и присылать на ващину. Но родня как-то не проявила особого восторга. Не идея, а так и осталось идеей. То есть при желании можно делать самим этот восковые листы. Восковые листы это как раз та самая овощина. И 10 листов соответственно хватит на 10 медовых рамок. Либо 20 в магазинах. Ну вот у меня в шпардалке опять же написано, что 10 листов ващины, это 10 лист новых рамок, либо 20 в магазинах. И они стоят около 1000 рублей. Дымарь. Тоже в среднем от 1000 рублей. То есть это нормальный дымарь. Даже мини дымарь стоит где-то плюс-минус около 1000 рублей. Я оставлю ссылочку в инфобоксе на отзыв свой прошлогодний на мини дымарь. Он, кстати, удобно пользоваться. Можно одной рукой его использовать, дымить. А другой, допустим, держать стамеску. Стамеска и или пчеловодный нож. Они тоже стоят где-то около 1000. Но если вы хотите купить нормальное, а не каждый сезон покупать заново, потому что сломалось. Самое дешевое в данном случае это будут шашечки для растопки. А вот дымарь соответственно мы разводим гнилушки плюс спички плюс береста. Либо мы в последние несколько лет разводим еще грибы. Я сейчас просто зачитаю. Разводить дымарь можно гнилушками плюс березовая кора и спички. Березовая кора она же береста. Грибами, которые растут на березах гриб-туртовик. Такой крепкий, как деревяшки. Буквально вчера на в дырой ветке березы, которая упала благодаря ветру в полисадник я обнаружила с этой небольшой гриб-туртовик. Он реально, как деревяшка. Твердый. Или специальными шашечками. 50 штук примерно 250-300 рублей. Год назад на Азоне мы случайно обнаружили такие шашечки. Шашечки совсем маленькие. Сейчас постараюсь показать. Покупали мы их потом повторно. Сейчас они в баночке лежат. Вот такие маленькие бочоночки. Буквально на полтора сантиметра на три. Хотя на фотке они выглядели как стакан. И штук пять максимум надо ну допустим на небольшой дымарь. Они хорошо дымят, хорошо успокаивают пчел. Ну соответственно спички и вот такие шашечки. Я когда готовилась к этому всему у меня был очень горячий суп. Я думала, что я буду говорить а потом поем. Ну вот пока только покосем и суп подостыл. Нет, есть еще один хлеб. И у меня слегка насморк, видимо. так вот шашечки они реально самые дешевые из всего что понадобится пчеловоду. Но если у вас есть возможность где-то добыть гнилушек еще некоторые пытаются разводить дымарь с корлопками от грецких орехов ну не очень такой вариант или грибами трутовиками то в принципе вы уже сэкономили деньги на этих шарочках. Пчеловодный костюм. Раньше в моем детстве это были обычные штанишки беленькие. Хлопок. И юбашечка. и шляпа пчеловодная. а там уже плюс-минус то во что гора с рукавички. Я выставляла свои первые рамки на сушку. У меня до сих пор есть такой кратный бедок. Я в какой-нибудь длинной кофте вот так вот делала руки. ну как бы натягиваете рукава и брала с ящика доставала рамки и вешала их на специальную сушилку которую дет наш делал который в прошлом осени умер. Потом уже докупили перчатки специальные пчеловодные но использовала их либо обычной хозяйственной. так вот пчеловодный костюм это куртка штаны перчатки шляпа она же сетка в среднем обойдется 2 либо 4000 рублей. Есть дешевле. Я видела на озон курточку пчеловодную со шляпой какая-то супер непрокусываемая но она из синтетического материала понимаете когда обойдете пчелом то лучше иметь костюм все-таки хлопок и болен потому что после своей работы с пчелами вы потеете и если в таком костюме как бы жарко то в непродуваемом вы там просто свалитесь ну и соответственно пчелом лучше ходить принял душ без всякого геля за душем без всякого дезодоранта иные запахи в том числе алкоголь провоцирует пчел отдать свою жизнь вам в плане жала то бишь вас пожарить даже если вы там дымарем на них прилично поднимите поэтому лучше потратиться на нормальный качественный костюм но зато не не страдать от пода жарить прочего толкайте регу на камеру тут заходит соседка я так обалдела местами стрёмно местами нормально так вот медогонка в зависимости от качества материалов от 10 до 50 тысяч стоит но лучше сразу купить нормальную то есть за 40-50 тысяч рублей это совет лично от моей тети я с ней уточнял этот момент скажем что у меня такой запрос на видео если очень нормальная медогонка то вы ее будете мыть раз сезон после того как скачали мед лайфхак в этом году обнаруженный быстрее всего медогонку вместо такая медогонка со странностями от дедушки от бабушкиного брата как обычника досталась родная медогонка бабушкиного отца моего прадедушки выдрах как парень об отце самой младшей дочери плана смирновых пчеловодов из деревни Харпина так вот мы свою медогонку моем после каждого медокачания ее потом надо просушить на солнышке и снова использовать предыдущую медогонку которая сейчас выбрала бабушка мылом в конце пчеловодного сезона как вы составляете медогонку после того как с нее скапал последний мед там может что-то осталось она всегда чуть-чуть достается выставляете медогонку пчелам в среднем часов за пять эти пчелы ее осушат останется только тряпочкой протереть аналогично можно поступать с ведрами и баком ну короче старый тут время может пчелы это в принципе не только деньговложение изначально но еще до хрена времени но еще хочу сказать что ящики с рамками в которых мот они очень тяжелые все эти надставки гнездо самули дноули крышка они тоже могут увесить местами периодично весной выставляете пчел они делают облет и не при столе сказано дрищут ну поносится пчел после мы перегоняем рой в общем берете другой улей обжигаете его специально феной ну он изначально чистый чистый новый улей покрашенный снаружи если надо перегоняйте туда пчел вообще делается так в общем один улей стоит у него прилетная доска рядом ставится улей прилетная доска прилетной доске открываете одну открываете другое дымите и они пошли улей которым только что были пчелы и перегнали в другой соответственно надо чистить после этого обжигается предыдущий его можно будет использовать уже как для перегона другой семьи откаченные рамки если не конец пчелы сезона можно поставить обратно гулей пчелы их высушат и принесут еще меда который впоследствии можно снова скачать так у нас было с ульем под номером 66 который внезапно злой но за две недели отсушили рамки конец сезона это вот как раз то что делаю я на сушку выставляю рамки а сушка соответственно остатки меда в рамках которые откачали медогонки пчелы вытаскивают этот мед тащат все гнездо все счастливы да кстати про старинки но сегодня рот у них забрал два ведра для топки воска помимо прочего можно топить в малярованной кастрюле баки в ведре новой малярованной пастуре мы же в смысле моя тетя несколько лет назад купили специальную воскотопку рамочную это намного удобнее ну стоило оно я не помню сколько но в принципе это окупация заниматься этим как бы понимаешь что ты хочешь делать и что-то не на раз год попробовал потом забыл качать можно запечатанные рамки но вообще нужно как бы изначально качать запечатанные рамки то бишь как берете проверяйте улей снимайте крышку снимайте холстик стамеской берете рамочку смотрите тут тут запечатано ставите в ящик уносите пчеловодным ножом тоненьким таким сейчас покором вот ровно было в миллиметр буквально срезаете вот эти запечатанные крышечки восковые сот лучше это делать над кастрюлей у нас есть специальная подставка с выемками подбортики до кастрюли ставится вот так на кастрюлю на нее ставится рамочка и с двух сторон сначала с одной потом с другой стороны срезается ножом вот также отдельно специальным маленьким ножичком можно даже обычной кухонной использовать как родственники делают счищается личный воск он часто бывает по боку каму рамки в том числе и прополис прополис нужно сложить в отдельное мясо залить спиртом и настоять и будет вам счастье настойка прополиса если капает в воду то окрашивает ее в молочный цвет хорошо при горле при болях горля ну и после этого соответственно как бы воск падает вот срезанная на эту кастрюлю вместе с медом стекающим чуть-чуть вот это вот как раз мед который стек во время распечатывания рамок так и процесс распечатывания по большей части быстрее чем все кастрюры у нас в медагонку сходит либо 6 гнездовых рамок пардон 6 магазинов рамок либо 3 гнездовых в предыдущую медагонку входило только 2 гнездовых либо 4 магазина пока случится ручка медагонки другой человек распечатывает мы ставим на диван на диван там же кладется клеенка специальная ты туда сам по себе стекает мед собираешь его ложечкой в какую-нибудь чашечку вот это тот самый мед раскрыла секрет клеенка при этом должна быть ну как бы чистая либо поднос какой-то использовать можно правда когда качаешь мед то все медов может быть так вот качать можно запечатанные рамки рамки с незапечатанным медом на продажу не идут чаще всего мед там жидкий и еще не дозрел при неправильном хранении может и забродить у меня у нас в прошлом году получилось так что кипрейный мед был в целом улья и за два скачивания весь вот этот вот мед с одного улья он был немножко жидковатый немножко кислил кипрейный мед ну на любителя но был запечатанный и вот он по качеству твой походил на недозрелый мед который в рамках вот если скачивали незапечатанные рамки в таких рамках обычный мед жидкий ну у меня такой мед стоит дома в городе и он сахаром там зимой когда стоял на балконе он конечно густой такой был да хочу сказать что за сахаренное варенье это не равно за сахарный мед мы пчел не кормим сахаром мы просто оставляем им рамки к этому я подойду чуть-чуть попуе у меня есть знакомые как друзья моих друзей которые держат пчел и кормят пчел соответственно сахаром это уже не мед ну и один особо одаренный отсутствием мозга недопрограммист похвастался мне кажется в чате гугля бывший гугл талк не знаю как ему сейчас назваться что он завел пчел и кормит их сахаром это большущая ошибка я бы ну я не считаю таких людей пчеловодами так вот даже такой мед либо как жидкий мед который не созрел и качались рамок не запечатанных либо как у нас в прошлом году было с одним улем теплейный мед с особенностями вкуса либо обычный мед ну вот просто слили с медогонки кстати когда сливаем с медогонки то раньше бабушка нажила марлю сейчас мы кладем сито большое специальное в общем на ведро ставится сито мед сливается через это сито и потому что там какая-нибудь пчела залетела какая-нибудь оса какой-нибудь остаток мед воск или еще что-то весь такой мелкий пчеловодный мусор он остается на сите соответственно мед идет уже нормально ну а тут у меня также такой мед густит постепенно может так вот мед который у меня на балконе стоял он засахарился то бишь равно загустел стал плотный когда он уже летом стоял на кухне в шкафу он был такой сверху жидко снизу густо потому что такой мед густит постепенно и может сложиться так часть меда в одной емкости местами жидкая а часть уже загустела либо наоборот под температурой такой растаяла такой мед да и собственно и любой мед надо периодически перемешивать специально деревянной лопаткой с меда который только скачали недавно скачали вот он стоял с него надо снять пенку снимать пенку надо с недавнего скачанного меда пенка это по большей части ну пузырьки воздуха допустим возникает из-за того что он просто очень быстро переливается я вон из той банки вчера переливала вот у тебя и в одной очень резко опрокинула она быстро закрепла соответственно там немножко пузыриков обрадовалась пузырики воздуха дальше раи раи это молодые семьи пчелосемьи иногда бывает все и без маски у меня несколько лет назад был опыт сажания двух раев в один улей с тетей стоять в море пчел хочу сказать ранее если вы боитесь пчел то не это чувствует и соответственно еще больше хотят вас пожарить лучше представить что вы стоите в море пчел если вам на них пофиг то и на вас тоже исключение те самые пчелы которые лежишь на гамаге прилетела какая-то пчела и у нее есть цель жизни отдать вам свою жизнь чтобы сажарить раи летят с мая по июнь стабильно но иногда бывает что в июле что-то слетело чаще всего летят они где-то до 3 часов дня стабильно в районе 11 можете их караулить утро но года два назад был такой случай что у нас рой слетел где-то в 8 вечера можно самим сконструировать район можно купить эту район я не знаю сколько на озоне вообще стоит районе но я думаю что где-то вот вряд ли за 300 рублей вы ее найдете но это только около-то срок я к тому что район это тоже как бы доп инструмент который придется наверное покупать если соединить рой с той семьей откуда он слетел либо со слабой семьей то пчела семья будет сильной соответственно так больше меда и переживет зиму и вот дальше на зиму гнезде должно быть минимум 80 процентов рамок с деткой медом напомню на суде на 12 мы ставим 10 рамок на гнездо из 12 рамок если вы решили поставить как товарищи из степанова одну две три рамочки а вас при этом урины 14 рамок то не удивляйтесь что у вас к следующему году пчелки улетят на юг в смысле отдадут богом дышу потому что если вас оставят из еды то наверное тоже тоже будет пиво ну вроде я тут основную тему зачитала идем этот файл скриншотами вообще приятно когда вот это вот назвали делом скриншотик ну как бы можно обучиться с нуля здесь куча всяких формов конечно там надо отсеивать информацию от болы можно найти какую-нибудь допотопную советскую пчеловодную энциклопедию у нас это книжки 100 с лишним лет она у моей тюри насколько затратный для плот он реально много финансово затратный много времени человеческого времени затратный вообще и довольно много сил на это уходит после нескольких часов в день челогона но так чувствуешь себя очень уставшим физически уже ничего не хочется только до кровати дайте когда мы тут качаем мед то допустим ну больше трех человек даже три человек получается так что мы идем по очереди был перед жизнью что моя бабушка одна ходила к челам в принципе это реально физически ну конечно надо практик в одной руке дымает другой руки стамеска чисто снимаешь крышечку поднимаешь стамеской коврик проверяешь стол что там у них детка трудный накинули накинули мне родственники покупают стоп моль ее вкладывают обычно на зиму в рамки в ящике с рамками у нас рамки в двух сундуках еще лежат это специальная молька ну в смысле да специальное средство от моли которое жрет рамки здесь такие моли есть другие пластиночки от пчеловодного клеща есть такая тема что муравьи на пасеке появились не любят сладкое и будет не очень хорошо если они собьют свой домик рядом с улем и будут наведываться пчелам соответственно тоже средство все кто во что гора несколько лет назад я даже мукой манкой посыпала места где эти муравьи тусили крутым кипятком поливала лимонной кислотой разводной и пчелы они как-то дружно и живут так что Аня если решила пчеловодство и готова что это будет отнимать у тебя приличное много приличного времени физического их сил и финансовых затрат дерзай так ты бы начали попить ну что-то огурцами наелась у меня охота так вот всем спасибо за просмотр если хотите поддержать канал где-то будет облака может это делать через 2кп и мони мы по номеру телефона по системе быстроспортежей номер телефона указан бы на побоксе напомню что я как бы не специалист просто на подхвате я мою подогонку сушую выставляю рамки на сушку ну и так помелочи если вы вдруг правнушка пчеловолок правнук или более осознавлены в этом вопросе можете оставить свое мнение либо же вы считаете что более осознавлены в этом вопросе то тоже можете оставить свое мнение в комментариях pellет ran замкitte сейчас посмотрите probable это сотруд 3 33 restaurants gün с